МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Желаю вам доброго полёта!" -"Я Галя-1, мы сейчас желаем вас доброго полёта!" -"Я Галя-1!" -"Поехали!" -"Во все времена человека манил бескрайний и таинственный космос. В начале 20 века наука и техника шагнула ввысь в воздушное пространство, сделав возможным полёт над Землёй. А в середине прошлого столетия, следуя зову неизведанного, человечество устремилось осваивать космические просторы. И теперь, каждый год, 12 апреля, мы с благодарностью вспоминаем того, кто подарил нам эту фантастическую возможность. -"Командование ВВС рекомендует первым для выполнения космического полёта назначить старшего лейтенанта Гагарина Юрия Алексеевича". Он был первым. Его кандидатуру утвердили не случайно. Отец советской космической программы Сергей Павлович Королёв был уверен, что Юрий Гагарин справится с тяжелейшей физической и психологической нагрузкой. Ведь тогда никто доподлинно не знал, что ждёт человека на орбите. -"Например, однажды был предложен тест, пройти который должны были все шесть космонавтов. Из них пять рассказали, что пройти этот тест они готовы. И только Юрий Алексеевич признался, что у него раскалывается голова, но тест он пройти был готов. Оказывается, был космонавтом дан определенный препарат, из-за которого у них на самом деле заболела голова. Вот эту честность очень ценил Сергей Павлович и отстаивал именно кандидатуру Гагарина". Космический полёт старшего лейтенанта Гагарина длился всего 108 минут. Но эти минуты перевернули мир, все представления о возможности невозможного. Далёкий и неведомый космос заговорил. И заговорил по-русски. Был найден такой документ. Юрий Алексеевич Гагарин, как депутат Верховного Совета СССР, давал на рассмотрение письмо в Главное управление высших и средних педагогических учебных заведений. И здесь автограф и дата 20 февраля 1965 года. Несмотря на то, что Гагарин был кумиром целой страны, особенно любили его в Рязани. А он отвечал взаимностью, ведь Рязанская область – родина основоположника теоретической космонавтики. Вот как он сказал об этом. «Велик ваш земляк. Открыл нам дорогу в космос. Преклоняемся перед ним». Его теория стала практикой. Вон уже сколько ребят стало ближе к звёздам. Один из журналистов заметил – вы первые. Это ничего не значит. Не я, так кто-нибудь другой пошёл бы эту дорогу. Словом, слава Константину Эдуардовичу. Кроме того, в нашем городе космонавт бывал не один раз. Приезжал навестить старшего брата, который жил на улице Ломоносова. А работал сначала на заводе «Химволокно», затем на радиозаводе. Одна из городских легенд рассказывает, как космонавт приезжал в Рязань инкогнито. Но несколько офицеров ГАИ узнали его. И уже сегодня в некоторых публикациях можно увидеть эту историю. Первый раз Юрий Гагарин хотел сюда приехать инкогнито, сделать сюрприз. То есть он приехал в чёрной шляпе, в очках, чтобы никто его не заметил. Но потерялся, спросил дорогу у гаишников. И, естественно, те сразу же его заприметили, позвонили городским властям. Так офицеры милиции не сдержали своего слова сохранить втайне приезд Гагарина. И успели предупредить обком партии о визите в Рязань космонавта. Вроде бы именно в этот приезд он побывал в Рязанском Кремле. На этом видео узнаваем и сам Юрий Алексеевич, его жена и племянница, и председатель Рязанского горосполкома Надежда Чумакова. Та самая легенда, что Гагарина встретила старушка и спросила, ну а как же ты, сынок, Бога-то там видел? Вот тоже считается, что эта старушка была отсюда. И ещё, что немаловажно, одним из первых журналистов, которые у Гагарина брали интервью, были рязанцы. К нему было очень сложно пробиться, сложный график, но ему сказали, мы же с родницы Алковского. Екатерина Ларионова, выпускница кафедры культурологии РГУ имени Есенина, увлеклась биографией Юрия Гагарина ещё со школьной скамьи. Сегодня о её интересе видно издалека. Капот автомобиля, за рулём которого она ездит, украшен портретом героя. Ездит машина с аэрографией, ну и что? А потом мне пришла мысль про Гагарина, и когда я её сделала, я вот только выехала из салона, я поняла, что я не ошиблась, потому что люди видят, и люди улыбаются. И мне так приятно, что хотя бы там одному-двум человеку в день я подняла настроение, и я думаю, Юрий Алексеевич тоже был бы очень этому рад. В День космонавтики Катя прочитает лекцию для рязанцев на тему «Что мы помним о Гагарине?» В своё выступление она вкладывает особый смысл. Мне хочется, чтобы помнили, потому что сейчас мы всё больше увлекаемся американскими героями, а про наших таких знаменитых людей мы всё чаще и чаще забываем. И мне важно, чтобы как можно больше людей узнали, улыбнулись, почувствовали положительные эмоции. Такой же портрет, как и на автомобиле девушки, к юбилею первого полёта в космос написали энтузиасты из Рязанской области. Но по достоинству его можно оценить только с высоты. Колстон послужил лёд на озере. Гигантский портрет Юрия Гагарина создавали буквально шаг за шагом. Художники вытопкали изображение, при этом использовали приборы спутниковой навигации. Трудились от рассвета до заката. О том, что Юрий Гагарин действительно бывал в Рязани, можно увидеть и на фотографиях, которые представлены на выставке его личных вещей в Рязанском Кремле. Здесь попытались отойти от шаблонного образа Гагарина. Отличник в школе, лучший товарищ и идеальный советский гражданин. Такая картинка закрыла собой образ настоящего человека. В первую очередь человека, которому пришлось преодолеть множество испытаний. Вот он был в детстве. Было много проблем, разумеется. Война, оккупация и так далее. Вот он учился. Как он стал лётчиком, потом как он стал космонавтом. Это вообще было не так всё просто. Ну и, наконец, самое главное – это его полёт. А полёт его был делом, скажем так, непростым. Очень много было сложностей. Были моменты, когда он был на грани гибели. И вот, когда начинаешь это подробно изучать, я надеюсь, что и зрители это увидят здесь, начинаешь, на самом деле, понимать, за что его так вот любили и ценили. Редкие фотографии, памятные медали и книги с автографом космонавта. Он был первым. Такое название носит выставка, которая работает в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. Когда мы стали эту выставку строить и просто общаться с нашими сотрудниками, знакомыми, вдруг выяснилось, что кто-то связан с Гагарием таким-то образом, что кто-то другим, кто-то помнит, как он приезжал, что у кого-то остался автограф, какая-то интересная вещь. Наши некоторые сотрудники, скажем, родились на Байконоре, там какие-то такие вот у них вещи остались. И вот постепенно эта выставка дополнилась с теми экспонатами, которых здесь сначала не было. Некоторые из экспонатов выставляются впервые. Например, пиджак, который принадлежал Юрию Алексеевичу. Скафандр – это, конечно, не Юрий Алексеевич, это скафандр нашего земляка космонавта Владимира Викторовича Аксёнова. Вот. Но, вот, например, пиджак Юрия Алексеевича, который он подарил своему брату, он представлен спервые. Он как раз к нам попал из семьи брата Юрия Алексеевича. И вот он у нас впервые здесь представлен. Как раз этот пиджак ему был подарен после полета в космос. Мы нашли такой интересный документ, который был долговоренно засекречен, где были перечислены вещи, которые Юрию Алексеевичу были после этого полета подарены. Там в том числе перечисляли два пиджака. И вот один из этих пиджаков, два костюма из этих. И один из пиджаков из этого костюма представлен на нашей выставке. Фотографии, на которых Гагарин изображен в Рязани, можно увидеть и на астрономической обсерватории при РГУ имени Весенина. Образ, конечно, он не был на станции на университет спутников. Руководство Рязанской области старалось отвезти туда, где много народу. Он выступал перед рабочими заводами, фабриками. Вот такие вещи. Сегодня Андрей Муртазов, директор астрономической обсерватории, рассказывает, что космонавтика и астрономия остаются такими же интересными науками. Вот только популярность свою потеряли. У нас 4 октября 1957 года запустили в нашей стране первый искусственный спутник. Была создана сеть станций. Народ шел сотнями, если не сказать, тысячами. В настоящее время, естественно, интерес меньше. Все все видят в интернете. Эти экскурсии, когда к нам приходят и вдруг увидят в телескоп Юпитер, заранее говорят, что думайте Юпитеру, я же видел в интернете сто раз. Когда они смотрят сами в телескоп, впечатление очень. Людей ошеломляет. Они представляют, как глазом можно увидеть, и что-то не совпадает с тем, что в интернете. Астрономия необходима в школьном расписании, уверен ученый. Предмет исчез из учебного плана, и сейчас представление детей о космосе весьма условное. Если посмотреть с точки зрения бытовой, ну, надо знать, наверное, в каком мире мы живем. Человечество вышло уже в космос. Целая космическая промышленность имеется. И не только в нашей стране, в Соединенных Штатах, а уже во всем мире. Уже маленькие страны имеют космическую промышленность. А в нашей стране астрономическая грантность падает. По данным позапрошлого года, в одной из префектур Москвы, анкетирование показало, что до 30% детей, обучающихся в начальных классах, считают, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть мы возвращаемся с вами к дохристовому периоду. В нашей стране астрономия всегда преподавалась. Настана была очень популярная. Особую популярность астрономия приобрела после запуска первого союзского спутника, Гагарина, естественно. А в 80-е годы наметилась тенденция перевести астрономию в курс физики. Мотивировался это тем, что в астрономии всего один час в неделю, в выпускном классе, дети уже занимаются выпускными экзаменами, зачем астрономия. Вот физику давайте включим, и все будет хорошо. И эта тенденция, к сожалению, победила. Не об этом ли сожалеет задумчивая бронзовая фигура школьного учителя? Таким можно увидеть памятник человеку, первому задумавшему преодолеть земное притяжение и улететь к звездам. Памятник основоположнику теории реактивных двигателей и межпланетных сообщений. С 1982 года стоит на улице, которой дали имя земляка. Вообще, Константин Эдуардович был ученым-самоучкой. В 10-летнем возрасте его постигло большое несчастье. Переболев скарлатиной, он получил осложнение и, к сожалению, очень сильно пострадал его слух. Но, несмотря на это, вот эти выдающиеся способности Константина Эдуардовича, его склонность к изобретательству привели к тому, что он, получив профессию учителем, затем все-таки начал заниматься научной работой. Своими трудами великий русский ученый мечтал продвинуть человечество хоть немного вперед и верил, что, может быть, скоро, а может, в отдаленном будущем его работы принесут стране горы хлеба и бездну могущества. Музей космонавтики имени Циолковского 16-й Рязанской школы был создан в начале 80-х годов прошлого столетия. Проект активно действует уже 34 года. За три десятилетия Школьный музей космонавтики собрал более тысячи уникальных экспонатов. И с каждым годом пополняется новыми, ведь здесь выставляются и поделки школьников. Вот это Терешкова, это вот Быковский, вот это вот Попович, это Николаев, это Титов, а вот это Юрий Алексеевич Гагарин. Постоянно действующая экспозиция музея рассказывает о рязанцах, внесших большой вклад в дело освоения космического пространства. Так до Циолковского идеи хранить целостность и налаживать связь между всеми планетами и галактиками разрабатывал тоже наш земляк, философ Николай Федоров. Основоположник русского космизма, философской теории, давшей начало серьезному изучению космоса. Федоров по иронии судьбы имел вторую фамилию. Гагарин. В свое время художественный совет нашего города принял решение присвоить имя Федорова одной из площадей Рязани. Выбор пал на площадь перед вокзалом Рязани-1. Во-первых, у нее до сих пор нет имени. Во-вторых, это первое место, которое видят гости нашего города. А в-третьих, здесь можно было бы соорудить монумент, который активистам представляется в виде поднимающейся ракеты с надписью «Дорога человечества в космос началась с рязанской земли». Алена Куколева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».